мы приехали на пляж 1 января вы посмотрите что творится даже нужно потрудиться поискать место где бы нам присесть мы решили здесь надо потому что дорожку то нужно оставить и нашла а кораллы крал карл украл у лары кораллы 1 января ребенок купает это прекрасное место до девочка ты накупалась нет нет мало это самое интересное вот снова посадили видимо этих свеженькие тоненькие маленькие росточки кротона на на площадку футы на завтра на заправку на стоянку время 11 часов елена решила и сегодня полы все перемыла пока девчонки тут чай пели у его подружка приходила скатерть у меня вот надо убрать еще это все его уже легла спать читает там перед сном лариса ты зря не взяла папайю посмотри какая хорошая вкусняшка это маленькая папайя тупо папайю там быстро быстрее созрела я ее уже съела этого час до зрела но видимо не все любят папайю так как люблю ее и я ну и я ее сейчас съем раз она никому не пригодилась мы приехали в парк атлантик дюнс парк не парк вернее это парк называется парк на там пляж и я с этой стороны ни разу не парковалась хочу показать вам видите как-то когда мы были в феврале здесь я вам показывала мы были в доме в которой нас приглашали которые наши друзья снимали на шикарный дом очень дорогой и вот он тоже стоял вот на таком канале и мы возле фотографировались я вам показывала снимала видео и вот так вот видите это дома стоят вдоль вот этого то есть там у них входы а здесь как бы у них задний двор выходит на канал и многих транспорте плавательные средства вот эти разные разных видов видите то есть вот так вот есть такие дома которые стоят практически на воде с одной стороной я еще тогда удивлялась недавно говорила но здесь видите заборчики а в том доме были там вообще никакого заборчика не было и я все вчера буквально вчера ларисе говорю а если у кого дети вот там вообще никакого заграждения вот прям мне даже было страшно так плюхнешься туда и попробую выбираться там сплошная стена бетонная здесь вот заборчик вот без акцент русский без акцент английский молодец его молодец нет у тебя акцента на английском это американка говорит да я смотрите какая очередь это я хочу права поменять мы сидим здесь уже третий час и перед нами еще 27 человек вот это да вот это вот это народу сегодня в диме чем мы были здесь почти так сейчас два три четыре почти четыре часа так смотрите мне что далее чтобы перерегистрировать машину так как она у нас мы за нее еще платим мы должны здесь внести все данные кому мы платим и все такое и потом отправить факсом нашему ну вот фонда фондов финансов на плате вот после этого они там тайтл пришлют или нам звонят отсюда земли он сказал и тогда мы вызовем вас и продолжим вот эту регистрацию машины а что я еще в общем но права вы знаете что права права выдали прямо сейчас представляете мне сделали я так удивилась игру что уже про вам такой да я говорю в калифорнии бывает и по месяцу и по два ждем пока придет по почте он такой да ну мы вам сделали прямо сейчас я господин покидеться хорошие так все нам помог все объяснил меня местные права флоридские старые он мне надрезал просто кончик отрезал он них на память оставил но срезал но так вот чтобы было понятно что ими пользоваться уже нельзя знаете сколько стоит права здесь намного дороже ну как намного порядку ну почти два раза 54 25 я заплатила и 2 доллара взяли фи я спросила вы принимаете кредитные карты потому что я знаю что в калифорнии не принимать кредитные карты в диме да конечно и даже фи типа меньше там если пользуешься кредитной картой 2 доллара фи ну как бы комиссия а если пользуешься дебетовой картой 2 с чем-то но не намного но все-таки это кей тогда я использую кредитную карту и в общем представляете как бы тоже разница в калифорнии нельзя здесь можно а хотя я у некоторых спрашивала и мне многие говорили что да вроде как не не принимает кредитные карты только дебетовые и кэш но я и думаю дай переспрошу в общем кому нужна эта информация будете знать что в диме здесь принимают кредитные карты и даже я говорю за транзакцию берут чуть меньше 2 доллара короче 54 25 стоили права и 2 доллара еще 56 25 вот а в калифорнии не знаем что подорожали на было 30 долларов вот представляете время 428 мы только сейчас будем отъезжать отсюда из диме из территории диме хотя приехали мы где-то в час вы не поверите мы же не думали что мы здесь только проторчим я он не дал талончик я как бы в туда внутрь еще не заглядывала просто простояли очередь там чтобы самому первому то ну как бы нарисов что как бы тот кто распределяет куда тебе какой теталон и этот номерок дать вот но там внутри не видела сколько народу как-то не обратила внимание и когда он дал талончик подходим к табло то а перед нами 100 с лишним человек по моему 150 тогда было но мы так долго здесь были что я уже со счету сбилась по моему 150 было и каждый раз меньше мы смотрим убавляется убавляется но это же столько человек так только на буковку d а там еще на f на s были и представляете полпятом почти до конца рабочего дня здесь пробыли твой устали голодные а мы купили ой к чему говорю что мы же не знали мы купили еще в трейдер джойстом мороженое у нас выпьем с тобой мороженое да там просто вода мороженое у нас из кокосового молока шоколадное в трейдер джойст не нам не на молоке не на не на коровьем молоке ой надо поставить навигатор слушайте как мы устали это же надо но сил никаких нет это же пол рабочего дня практически провести в диме там хоть и легкий кондиционер был но я себе сказать что ничего не пришлось сдавать не нужно сдавать ник даже теории ничего просто обменять даешь свои другого что-то права и меняешь них на флоридские платишь там вот я сказал эту сумму которую озвучила и все ну конечно нужно может быть пол полдня отстоять очередь но не нужно ничего сдавать никакие экзамены пересдавать так что вот так если б не очередь все очень легко мы идем в pet smart и смотрите кто из pet smart купите меня купите меня да не надо не надо щипнет еще да ну что забрали да где а посмотрите как дверку прямо за дверку заходишь туда время без четырех минут шесть короче шесть часов вечера мы только едем за то что ева сегодня столько до провела в зоомагазине ну нет в диме со мной ну в общем бы я обещала евочки либо геккона либо птичку в общем ева выбрала пришли когда она увидела и гекконов и птичку и выбрала птичку сейчас мы вам все покажем какой длинный день до евочка у нас сегодня с утра несколько часов какие несколько самого утра с утра мы поехали на пляж со стендом да с сестрами так хорошо пообщались вас постояли да подышались свежим воздухом и в то же время послужили потом мы поехали в дим висер а магазин в трейдер джойс мы все взяли что нам нужно было потом поехали димви где провели пухня до вечера и сейчас вечером птичку купили вот какой насыщенный день у нас сегодня был птичка это маленький попугайчик мы я конечно всегда мечтала о большом но раз уж ева ну как бы ей понравился маленький но это же ее пить ну как бы любимчик питомец я согласилась с ней да не захотела ева почему-то большого ни за что хочет вот ей понравился вот этот синенький маленький у нас как же они назывались то в россии волнистый попугайчик вот волнистый называется там много зелененький было его синенький выбрала но сейчас приедем домой и будем отдыхать и все на ли все телефоны выключим все и будем до развалимся ноги вверх да что ноги оттекли мы так устали сегодня многие не держат мы голодные сейчас покушаем и будем сами себе предоставлены чем поставим какой-нибудь классный фильм да и будем себе отдыхать час клетку сделаем птичку посадим туда мы корм купили вот птички этот вот эти волнистые попугайчики недорогие 21 доллар с копейками они сейчас вот в магазине под смарт клетка тоже недорогая то есть мы в 10 раз ну как 10 раз утрирую у двух человек я у двух продавцов там спросила думаю переспрошу еще у него который нам ловил эту птичку доставал сначала у одной спросила потом у него я говорю это нормальная клетка для него да да вполне говорит там даже для двух горд птиц можно вот эту клетку а мы-то для одного он не беспокойтесь клетку хорошую выбрали и она недорогая вообще она примерно также может чуть меньше как сам попугайчик стоит ну и и этот корм купили эти зерночки небольшой пока пакетик посмотрим как будут кушать они они говорю он потому что они там двое сидели уж так хотелось двоих взять потому что одну уж ладно взяли одного показываешь да вот так что все готово сейчас соберем клетку посадим его туда чтобы он не переживал не нервничал и это мальчик да точно мальчик а тот точно мальчик который желтенький а это год еще у него должна измениться мордочка они молодые очень когда мордочка цвет изменится тогда будет понятно точно мальчик или девочка но мы уже ладно едет окраска понравилась и он такой игривый мне нравится что он такой игривый а тот такой спокойно сидел в общем я в игривый понравился и она его взяла вот и сейчас посадим и он будет привыкать к нашему дому к девочке да будем учить его разговаривать если может не может заставить так покормим водичку им сразу нальем да я еще такая думаю а и а и 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